Приветствую вас. На первый взгляд кажется, что история с вашими первыми отношениями восьмилетними или десятилетними, вы как-то говорите, что восемь, что десять, то есть тут может быть есть разночительность. Так вот, история с вашими предыдущими отношениями и отсутствие в их интимной жизни в определенный момент вас травмировало за дело и по итогу вы начали стараться, как мне кажется, компенсировать этот момент, пытаться компенсировать этот момент своим поведением и по факту ничего из этого у вас не получается. То есть вы вроде бы и пытаетесь компенсировать как-то, да, то есть и разговорами пытаетесь может быть компенсировать и чем-то еще, а в итоге получается так, что только вы человека от себя еще больше отдаляете, и еще больше отстраняете, вот, и в итоге получается совсем наоборот. Иными словами, как мне кажется, дело здесь в том, как вы себя ведете с мужчиной, дело здесь в том, как вы себя профессионируете, вот, и, наверное, дело в том, что уже вот как-то подсознательно вы боитесь того, что вас отвергнут, вы боитесь того, что вы не привлекательны, вы боитесь того, что вы не возбуждаете, понимаете, ну, условно говоря, человеку, ну, мужчину, вот, и как результат, как следствие ведете себя не совсем естественным образом, вот, ведете себя не так, как вот вы могли бы быть естественны, как вы могли бы быть с собой, ну, так вот, как если бы вы были с собой, то есть мне кажется, что речь идет здесь все-таки о самооценке, мне кажется, что речь здесь идет о, значит, о принятии себя, принятии своей ценности, вот, речь идет о том, что вы, ну, позиционируете себя, можете, точнее, себя профессионировать как привлекательный, только если мужчина к вам проявляет инициативу, а если он этого не делает, то вы себя чувствуете тут же какой-то, ну, непривлекательный, может быть даже какой-то ненужный, и так далее, и так далее, и так далее, то вас это задевает, вот. По факту, есть нечто в вашем поведении и в том, как мужчина, мужчина воспринимает вас, что отталкивает вас от него, как мне кажется. Я, конечно, не знаю наверняка, что это, вот, и вполне может быть, что речь здесь немножко о другом, может быть, вполне, вот, но выглядит, пока, все именно, именно так. Вот, как правило, именно как правило, У партнера пропадает желание тогда, когда он чувствует, в своем партнере родителя, вполне вероятно, что где-то вы ведете себя как родитель, вот. Опять же, так вот сложно сказать, где именно, и, может быть, я не прав, вот, так вот нельзя однозначно сказать, но есть ощущение, что он где-то вы ведете себя как родитель, и есть ощущение, что это в какой-то степени отталкивает от вас мужчину, вот. Может быть, это ожидания, которые у вас есть по отношению к мужчине. Может быть, это какие-то его ожидания от вас, потому что, ну, например, может быть, с его какой-то вот точки зрения, да, может быть, вполне логично было бы предположить, что если вы, вот, профессионируете себя так, как профессионировали в начале отношения, то вы должны быть более активны, например. Например, я не говорю, что вы должны, я просто говорю, что на возможных вариантах. И это давит, это мешает, это не позволяет человеку как-то вот себя проявлять. Может быть, опять же, может быть, я не знаю, как на самом деле. То есть, варианты здесь вот такие. Я бы сказал, что в первую очередь желательно вам научиться говорить о своих желаниях и о своих чувствах, о своих потребностях так, чтобы это не отталкивало в ссоры, в конфликт, с одной стороны. А с другой стороны важно, чтобы вы в тех местах, где вы считаете себя, себя травы, где вы считаете, что нарушаются ваши ценности, стоять на своём и не отступать. Вот. Потому что, коль вы отступите, вот, коль вы, ну, позволите себе отступить, если угодно, будет такая история, что вы будете чувствовать себя неудовлетворенным. Так же, я думаю, что имело бы смысл сработать с мацанкой, чтобы она не зависела у вас от того, как вам относится. Как себя ведёт человек, чтобы вас это не задевало. Но мысли, которые у вас возникают, именно мысли, которые у вас появляются, вот, ну, в ответ на какие-то действия молодого человека, свидетельствуют о том, что, возможно, вы сейчас подозреваете о том, что вы можете быть не привлекательны, что вы можете быть не интересны в интимном плане и так далее. И, конечно, это не так, вот, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, потому что, ну, у мужчины тоже могут быть, могут быть какие-то и проблемы, могут быть какие-то и трудности, могут быть какие-то и... Ну, страхи и так далее, вот, о чём вы просто, ну, не догадываетесь, потому что обеспокоены своей привлекательностью. Как бы. Вот. Но это более чем, более чем реально. И, ну, это можно и нужно учитывать. Вот. Но, вот, как бы, вот, когда вы, например, говорите, что я не хочу проявлять инициативу, если не проявляет он инициативу, да, то в определённой степени это ваша гендерная позиция, и вы за эту позицию несёте ответственность. Э-э, совсем изникающего, то есть не хотите проявлять инициативу, если мн... Мужчина её не проявляет, не проявляет, что вряд ли вас кто-то может заставить, вот. Но идея моя исключается в том, что у этого так или иначе будут свои последствия, которые последствия в первую очередь в виде вот таких вот моментов, которые вы описываете. Эти моменты, они так или иначе могут появляться, они так или иначе могут проявляться. Вот, и как бы здесь вопрос вашего, наверное, поведения. Дальше. Значит, вы пишите, значит, когда познакомились, говорили о сексе. Важно, что между вами общего между вами и парнем. Какой у вас, ну, в целом характер взаимоотношений, потому что если характер взаимоотношений чисто только гендерный, да? То есть характер взаимоотношений, где вы взаимодействуете исключительно как мужчина и женщина. Вот. Что вполне вероятно, что это тоже ещё влияет на то, как вы взаимодействуете друг с другом, скажем так. Если у вас характер, отношения не только гендерные, но и личностные, да? То есть вы взаимодействуете какими-то своими интересами, вы взаимодействуете какими-то своими увлечениями, какими-то своими хобби и так далее. Вот. Что? Тут ситуация несколько будет проще, здесь ситуация будет несколько легче. Так же, на что важно обратить внимание, это на то, почему вы остались со своим мужчиной, с которым жили вместе восемь лет. Вот. Вполне вероятно, что сейчас вы отыгрываете на своём молодом человеке, вот, естественно, не специально, какую-то модель поведенческую, вот, которая не была реализована вами, ну вот, с предыдущим человеком, по сути. И мне кажется, что на это также нужно обратить вам своё внимание, потому что это довольно важно и довольно значимо. Может быть какие-то моменты ещё у вас остались болезненные, там, ну вот, в тех смысле. Дальше. Так, значит, ну, в принципе, наверное, здесь всё. Ну, то есть, вот, вы говорите, значит, что чувствуете, мы как старики живём. Это ваше недовольство с жизнью и тем, как вы обращаетесь с этим недовольством. Ну, то есть, как вы привыкли его выражать, как вы привыкли с ним обращаться, если вы, условно говоря, если вы, например, терпите, ну вот терпите, терпите, терпите что-то, да. А потом, ну вот, скажем, взрываетесь, допустим, то, конечно, реакция будет вот такая. Ну, это совершенно очевидно, что реакция у вас будет такой, это нормально. Вот. Поэтому здесь важно замечать, как вы обращаетесь со своими переживаниями. Вот. Следующий момент, это что для вас отношает секс, помимо физических потребностей, да. Вот. Потому что физическая потребность одно, психологическая потребность от него это другое, и на это тоже нужно обращать внимание. Дальше вы пишите, значит, что меня не устраивает, что начинает там что-то делать без прелюдий. И это, скорее, вопрос личной границы, то есть я не думаю, что вас, ну, условно говоря, начало это не устраивать только что. Я думаю, что вас это, ну, скорее всего, начало не устраивать обо мной, но вы терпели. Вот. Вот. Я бы, ну, я так, по крайней мере, думаю. И есть, есть какие-то причины, по которым вы это терпели. Вот. Ну, и не говорили, соответственно, ничего, а сказали в итоге, ну, сказали в итоге только вот в такой форме, да, достаточно агрессивной. Вот. Поведение молодого человека говорит о том, что в целом вы хотели какой-то вот активности в интимной сфере, да. Вот. И, возможно, выбирали себе партнера по такому, ну, по такому, по такому принципу, да, по такому подходу. Вот, например. Но, ведь, к сожалению, очень часто люди такие, они достаточно незрелые, вот, и очень плохо, как мне кажется, переносят стресс. Вот. Как мне кажется, по крайней мере, да. Вот. И это вот, ну, возможно, такая вероятная особенность вашего молодого человека. Вот. Вот. Это важно тоже учитывать. Следующее. Значит, 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 так, я не понимаю, в чем причина, ну, причина в ваших отношениях конкретно в том, причина в ваших отношениях глобально, а конкретнее в том, как вы себя воспринимаете. Что мне делать, пишите вы, рассмотреть те моменты, которые я, например, озвучил, вот. Вот. И, значит, ну, рассмотреть возможность психотерапии, возможно для вас обоих. То есть не только для вас, вот, но и для вашего мужчины тоже. Вот. И, вероятно, какие-то вещи, какие-то вещи вам удастся проговорить, какие-то вещи получится. Если мужчина не хочет, то вы сами можете обратиться за психотерапией, да, и вот посмотреть, как бы поисследовать, посмотреть, куда вас это может привести. Вот. Потому что, как мне кажется, совершенно вы, ну, не совершенно, но в довольно большой степени вы не знакомы сами с собой, не знакомы с своими проживаниями, не очень понимаете, что происходит. Вот. И это, ну, довольно, довольно такой, довольно важный момент, как мне кажется, на который вам имеет смысл обратить внимание. Вот. Это то, что я, соответственно, хотел вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, это было полезно, надеюсь, это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...